В доме Российского исторического общества его председатель Сергей Нарышкин и министр науки и высшего образования России Валерий Фольков встретились с молодыми учеными-историками. Страна переживает важный исторический момент, ведет борьбу за свое место в мире, за свое историческое будущее. На этом фоне остро встает вопрос об обеспечении нашего научного суверенитета. Большой задел в этом направлении уже создан. Серьезным шагом, который я со своей стороны полностью поддерживаю, стало решение Министерства образования и науки России отказаться от так называемой баллонской системы. Поэтому сегодня самое время и поговорить о будущем. Будущее науки и образования – это в первую очередь молодежь, наши молодые ученые. Первый же вопрос, который был затронут на встрече, напрямую касался выхода России из баллонской системы. В новых условиях, когда будем отказываться от критериев, связанных с системами Web of Science и Scopus, то, собственно, как мы тогда будем оценивать публикационную активность и как тогда получается перестроиться целый ряд составляющих этой системы. Как только мы отвязываем с вами принятие решения о создании диссертационного совета от публикационной активности, связанной с зарубежными базами данных, то мы сразу можем определить новые и другие критерии. Это экспертная оценка и научная квалификация. Мне кажется, очень правильно – это поддержка отечественных научных журналов. Еще одна актуальная для молодых ученых проблема – трудности с изданием монографии. Было бы неплохо подумать, что можно было бы сделать, чтобы как-то облегчить ситуацию с изданием монографий, может быть, расширить грантовую поддержку на это. Раз уж мы обсуждаем сегодня именно молодых ученых, то, возможно, стоило бы подумать именно о специальных грантах для первой монографии. Прозвучали и конкретные предложения. Одно из них касалось проблемы фальсификации истории в интернете. Считаю необходимым также провести в сети интернет тщательную профессиональную экспертизу, поскольку все школы, большинство школьников и студентов в основном черпают информацию с интернет. Наша общая задача, задача профессионального сообщества в том, чтобы предложить тем, кто интересуется историей, а у нас интересуется история вся страна, качественную профессиональную альтернативу, качественное историческое знание в той форме, в которой оно будет людьми более востребовано. Я уверен в том, что вот эта грязь и мерзость, которой хватает, она смывается только чистой водой качественного исторического знания. Вице-президент Российской Академии Наук Николай Макаров обратил внимание на нехватку молодых кадров в академической науке. У нас не так много специалистов по Петровской эпохе, у нас не так много специалистов по огромному 17 века, который очень важен в российской истории. У нас не так много античников, археологов, которые владеют древними языками и могут быть себя, так сказать, чувствовать уверенно в изучении, скажем, древностей Крыма. Сергей Нарышкин отдельно коснулся поддержки развития высшего исторического образования в республиках Донбасса. Две недели назад завершилась переподготовка первого потока педагогов-историков из донецких и луганских вузов, и эта переподготовка проходила на базе Южного федерального университета. Российское историческое общество и фонд «История Отечества» уже отправили в Народные республики Донбасса большую подборку научной и учебной исторической литературы. Планируем и дальше поддерживать донецких и луганских историков, способствовать их окончательной интеграции в наше единое научно-образовательное пространство. Сергей Нарышкин поддержал и предложение участников встречи организовать молодежный клуб Российского исторического общества. Решение принимается. Спасибо всем. Желаю успехов. Служба информации Фонда истории Отечества.